Всем привет дорогие друзья, с вами Джейк и мы продолжаем проходить GTA San Andreas. Следующая миссия у нас под названием последний полет Торена. Мой человек нашел вану, который ты нашел, за хелопедом в районе. И Торино? Да, он там. Возможно, он начинает взять какие-то мерчандицы и закрепить хеликоптер. Они уже начали ловить боксы. Что-то о Торино не добавляет. Холдай, если ты слышишь что-то. Хорошо. Так, я в прошлый раз, когда доехал сюда, я, конечно же, мотоцикл взял с собой. Сейчас надо будет приехать, взять гранатомет, который лежит рядом. И сделать так, убить Торена. Ну, все, кто проходил, знают, что будет. Бывает. Знают, что будет в этой миссии. Те, кто не знают, я лучше не буду говорить. И так, бывало, много склеил. Бля, а я что-то тупанул и забыл, что у меня бровя есть. Думал, сейчас убьют меня. Хотя, они еще мало хеликоптеровья снесли. Вот и заставочка. Так, это Торено улетает. Хотя, как вы видели, сейчас там Торено вообще не пахнет. Так, его будет легко подманить, когда вы впереди него. Да ёкалым бобой. Поворачивал уже, блядь. Чего ты? Я не могу психанул, ну ладно. В начале серии. Может, конечно, резко сюда встать. Ладно, не получилось. Тупанул. Гранатомет у меня случайно. Я знаю, где его еще подманить. Вот хороший способ, где может подманить, это приехать сюда. Бляха-муха, меня ошибли. Ну, хотя и копы отстали. Да ну, воспей. Ну, сейчас взорвется. Да-да, все-все-все. Давай мне красный сейбер сюда. Вышел отсюда, нахрен. Ой, ты все, молодец, и тоже молодец, что вышел. Как я и говорил, за миссию пожарника, вы перестанете бояться огня. Если вы пройдете миссию медика, у вас здоровье больше станет. А за миссию полиции уровень брони поднимется на 50%. Ну, там надо по 12 уровней выполнять. Я не знаю, сколько здесь надо всего выполнять у полицейского, но уровень брони, это пригодится, если вы будете прокачивать. Я же этим заниматься не буду. Я занимался лишь только... Этим, как там его? Как там его? Блин, забыл. Объем легких. На школу уважения, как я понял, не обязательно оказывается. Ну, на карте просто она у меня всегда мозолила глаза, так что я и думал, что она обязательно. Оказывается, нет. Ну, походу, мы еще дальше пройдем и посмотрим. Ну, да, райдер... С самого начала мне вот не понравился персонаж. Так, персонаж, он вообще, ну... Мне не понравился. Он в реале какой-то был подозрительный с самого начала. Ну, лично это я так считаю. Я когда впервые его поехал убивать, я немного удивился того, что его надо убить. То, что он нас предал, я удивился. Так, садимся. А, все. Нахрен пошла с моего мотоцикла. Люблю он в мотоциклах кататься. Ну, на них удобнее и они быстрее ездят, обычные машины. Я бы не сказал бы, что супер-пупер, но... Позже нам будет доступен другой мотоцикл. Не PCG600, хотя вот этот, походу, PCG600. А... Energy 900. Вот он просто супер. Больше всего в Лас-Вентуресе он станет доступен. Ну, в Лас-Вегасе. Не важно, как город называется. Суть вы поняли. Секунду, я хочу попробовать. И... Но, все равно деньги получил. Опа, ребят. Секретик такой. Я лично про него не знал. Благо, здесь очень быстро можно доехать. Вот сюда только подняться. Но, вы поняли, что здесь есть уникальный трюк. Я впервые про него узнал. Вот сколько раз я проходил Хэтасан Андрес, я удивился. Что вообще здесь есть? Сейчас мы едем уничтожать бизнес. Там, где, помните, мы... Миссия была. Где грузовик надо было отвезти. Но, прежде чем поехать, я на секунду отлучусь. Погнали, ребят, дальше. Как я и говорил, мы едем туда, куда отвозили грузовик. Когда выполняли миссию Торена, где там еще засаду надо было делать. Но я помню, что еще... Где-то будет похожая миссия с этой засадой. То ли в GTA 4, наверное. Я зря сюда поехал, да? И врезаться тоже бы, ну, не рекомендуется. Но тачку носит еще плюс. Ну, наверное, из-за того, что сейчас дождь. Но, вряд ли сильно... Дождь вообще, по-моему, не влияет на управляемость. Лично я не замечал этого никогда. Ладно, 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 ладно. Ладно, 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 ладно. Ладно, 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 ладно. Умираем. Не, 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 стоп, вылези, вот, если будем выходить, то только с решетки стрелять, блядь, только не говори, что я застрял. Так, сейчас развернемся, хорошенько, чтобы заехать. Здесь вот можно не обращать внимания на них. Просто едьте и активируйте бомбу. ЛКМ. Покиньте занять, до того как время исчезнет. До того как время исчезнет. Да это будет быстро. Тебе так повезло, братюнь. Так, там нету никого. Ну все? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Выбирайся через главные ворота. Когда же я уровня гангстера? Получу. Потому что мне уже хотелось бы этот уровень гангстера. Практикуйся больше и ты получишь уровень. Увеличено, да? До какого уровня? Так, вот обрез. Гангстер. Не, значит надо больше прокачивать его. Еще чуть-чуть и тогда мы точно сможем пройти до... Чтобы получить те две пушки. Здесь, кстати, есть уникальная. Если перепрыгнуть сразу до сюда, то да, получим уникальный трюк. Кстати, как вы заметили, миссия оказалась легкой. Там чуть дальше будут уже миссии, которые заставляют попотеть. Ну, школа летчика, это точно. Меня не заставят попать ей. Двадцать пять штук. Не знаю, я уже... Поиграл в букмейской конторе, так что мне пофиг на эти деньги. Ждем. А то я уже боялся. Что мне и правда придется проходить школу вождения. А то я уже одиннадцатую серию записываю. Прикиньте. Одиннадцатую серию ему уже почти в сам... Ой, в Лас-Вегасе. Прикиньте. Хотя есть люди, которые быстрее смогут пройти. Намного быстрее. Ждем. Мне нужен Сизер. Давайте-ка я сохранюсь. И покатаюсь немного. Сразу заедем до места, куда надо. И выходим. Да ладно. Или Сизер позвонит только тогда, когда я пройду школу вождения? Нет. Ну ладно, пофиг. Поехали. Если позвонит, так позвонит. Мы съездим сюда-обратно. Ничего страшного. Просто ну что-то странно, он не хочет звонить в упор. Или правда надо пройти школу вождения, чтобы он позвонил. Ну ладно. Там тоже не сильно обязательные миссии. Это чисто ради, чтобы улучшить прибыль в салоне своем. Секунду. Давайте-ка я еще раз остановлюсь. Нет. Значит, надо школу вождения проходить, чтобы появились эти задания. Ну ладно, пофиг. Будем проходить дальше. Школу вождения я проходить не буду. А вот школу летчика я быстренько пройду. Прямо на записи. Потому что для меня она легче. Намного легче, чем школа вождения. Да потому что там нету таких хибанонских миссий, которые вот не понадобятся нам по сюжету. Там нас научат хотя бы как управлять самолетом и стрелять с них. Все, а здесь, ну вот в школе, учат такими вещами, что за всю игру вы ими вообще можете не воспользоваться. Вот как бы вот так вот. Пипец, да? Здесь, кстати, потом мини-ган можно будет брать. Будет доступен. Монстр. Да, это без легкой миссии. Я даже приезжал как-то здесь первым, вообще первым в список попадал. Вторым в список попадал. Вторым в список попадал. И третьим, кто ты? Извините. Нужно знать только базу. О, еще одна вещь. Этот ребенок уходит в четырех шагов, вместо двух шагов. Удачи! Лучше, чем за 6.30 Все, сажусь в машину и сейчас на лень пойдет Я приезжал гораздо быстрее Намного быстрее, чем 6.30 Посмотрим, выполнили ли я сейчас это же задание Так же быстро Посмотрим Потому что я лично, вот в реале, я не помню За 4.00 с чем-то переезжал То ли 4.10 Мой рекорд Посмотрим, получится ли у меня сейчас Миссия, ну не такая уж сложная Просто главное На поворотах Тормозите не на ручном тормозе, а на обычном Потому что можете вылететь Ручной это просто ужас Хотя можно так хорошенько подрассчитать Вот быстро едете Но я немного не подрассчитал Но в остальном Миссия не такая уж и сложная Просто как я и говорил Главное Поворачивайте на тормозе Остановились Повернулись Здесь лучше аккуратно Можете вниз улететь и все Вот здесь тоже надо бы Тоже Слегка разогнаться Вот видите Вот бывает и такое А так Миссия Я уже не знаю что говорить На этой миссии Монстр я Вот когда впервые проходил Ну да Он Как бы Заставлял попотеть Я бы не сказал Что уж так сильно Чтобы пипец Вот здесь аккуратнее Вот здесь вот Вот можете так Но Говорю заранее Лучше нажимаете Тогда уж Чтобы Он у вас вниз не улетел Ну вот туда например А так Смотрите Уже 26 Приехало Осталось 9 точек Я знаю Что они не близко Как бы Находятся К друг друге Но Посмотрим За сколько мы В этот раз приедем Мой рекорд 4.10 Я точно знаю Ну там Плюс-минус Пару секунд Вот бывает И такое Соответственно Ребят Так что Аккуратнее И Не повторяйте Иногда Моих ошибок Потому что Может быть Плохо А так Ничего сложного Здесь нету Вот здесь бы Аккуратненько Кажется я побью Свой сегодня рекорд Смотрите-ка Да Я побил Свой рекорд 351 Какой я? Да Смотрите-ка Я побил Свой рекорд На 20 секунд Вы видели? Я пришел За 351 Минуту И сейчас мы узнаем Стоит ли Проходить школу вождения Ну я Честно не знаю Позвони Пожалуйста О да Нет пока Школу уважения Я не пройду Мне не позвонит Сизер Но я и проходить Я не буду Там тем более Миссии Связаны только Чтобы гараж Улучшить Они Честно Не обязательны Так что Чтобы Пройти Вот Купить Тот автосалон Надо Пройти Школу уважения Пока Не пойду Школу уважения Не получу Эмиссию Я работаю У대방а Не важно А я попробую Не переживаю Да Когда мы Честно Я schwierig Крутой В Латин Америка Открываем Во-вот В основном Не Utilем Это не сделает меня брендер. Теперь, деньги, которые мы получили, и друзья, которые мы получили, помогли нам безусловно в наших интересах. Государственная организация? Дети, как вы, вы ожидаете героев. Мы боремся в войну. Я буду героев, и я потерю. И что мы имеем? Коммунистин в Охоо. Люди общаются. Никто не покупает вещи. Такие чувства. Так, расслабься и слушай. Хорошо, хорошо. Я не знаю, какой человек, как вы. Я просто не знаю, она кончилась там? Как что? Я не знаю, что я не могу. Я не знаю, что я не буду делать. Я не знаю, что я не буду делать. Я не знаю, что я не буду делать. Американские правительства там ведёт войну. Там война как бы идёт, и американские власти сейчас там воюют с кем-то. Я не знаю, честно. Я просто знаю, что там идёт война. Как бы вот так вот. Всё, что я знаю. Как бы он про это и говорил. Молодец. Ты улетел меня, Холмс. Ты улетел меня полчаса назад. Я сделал? Я имею в виду, да, я сделал. Извините, мне очень много. О, да. Да. Надо сейчас перехватить, короче, грузовик. Какой план? Ахахахаха. Прости, забыл упомянуть. А, прости, это не. Да не ссы, брат, я ей передам. Ну, конечно, это СиДжей передаст, а я чисто буду... Ну, скажу сразу, миссия не из лёгких. Надо держать равновесие. Во. Всё-таки быстрее, чем в прошлый раз я делал. Ну, это сложное задание. Ещё попробую подъехать и ещё держать равновесие, чтобы он запрыгнул. Так. Я даже не знаю, давайте сюда ехать. Да я знаю, вот еду в гараж. Как же без этого, блин. Фух. Со сценой надо быть аккуратнее. Она может ещё отцепиться. Бывало и такое, помните, ребят, да? Так что заезжаем сюда быстренько. Ну, вот и всё. Готово. Уберись с экрана. Отлично. Так, сохранимся. Окей. Погнали. Хотя, ребят, я ещё на секунду отпущусь. Хорошо. Так, здесь у меня машина есть. О, да. Красный Сейбер остался. Я сейчас забыл. Я этим гаражом пользуюсь только два раза за всю игру. Я вообще забыл, что у меня там тачка стоит. Ну, а чё поделать? Ну, в реале, вы заметили, за всю игру я только два раза использовал вот этот мотоцикл и вот эту машину. Ну, всё. Как бы больше я ничего не использовал. Ну, гараж ни для чего больше не использовал. У меня чисто он без дела валялся. В Перу я так вижу это всё. Там война опять. Полицейские против бандитов. А это значок на карте мозолит глаза. Жалко, нельзя отключить. Ладно, если я ничего не путаю, сейчас он скажет иди купи аэропорт. А нет, сейчас у него миссия другая. После этой миссии будет связано с аэропортом. Надо будет пойти его купить. Так, ещё и здесь отклоняемся. Погнали. Запретный груз. Да, после этого. Погнали. 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 Погмали. Ну… Давай, что-то... Погнали. Погнали. Пошёл. Ну, советует. Пого рассказать с ним. и после этих слов вы думаете правительству есть для нас дело неспокойно пусть нас на передовую даже и не умеем обращаться с оружием мы короче для них как пушечное мясо может не для всех но для большинства ой бля я вспомнил что это за месяц мне она не нравится только из-за того что у меня гарантомен да мне дают которые без самонаведения это блять долго я хочу по-моему здесь же можно будет взять самонаведение здесь если скачивать real gt san andreas то вместо этой тачки будет мини купер это я точно помню здесь эти самые безбашенные водители вообще везде они так топят что я не понимаю почему ну трассы нету все такое может в этом дело ладно не важно сейчас нам надо ехать до места он хочет чтобы мы получили груз блять нет неспонедолбанная фура я бы залез ну блин такие вот на дорогах люди вы понимаете Я бы так хорошенько бы залез Но вместо этого Не придется в обход ехать Ой Это ужас Там, кстати, на месте Можно будет выбрать Какую тачку вы хотите взять Их три вида, по-моему, там Багги Санчес и еще что-то Или только Багги и Санчес Если вы выберете одну из них То на горе, наверху Появится одна из этих тачек Это прикольно придумано А, еще квадроцикл Я и так быстро доехал Если бы не фуры, я бы уже быстрее доехал Вот это гарантомет Нет, я возьму лучше Багги Свой любимый Но мне понравилась эта тачка Не знаю почему Багги прикольная вещь Вот вряд ли, ребят Кстати-ка, на этой горе еще будет миссия Я точно помню Так, и тем временем мы приехали Отлично Что у нас здесь That's our cargo Arriving now Jesus Will you stop doing that? Да, вот эта миссия сложная Блядь, да вы прекратите так летать Где? Да ёкала бабай Блядь, еще один Да ёкала бабай Блядь, я прошел все-таки, да? Повезло С первой попытки прошел А иногда я парился здесь часами А Гжантомет с самонаведением Будет доступен позже Правда, позже, ребят Что странно, вот этот трейлер Он всегда здесь ездит Он всегда здесь катается Странно, да? Нет, 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 нет Пожалуйста Ну конечно Где все машины? Подождите, ребят Спасибо Машинка у вас просто замечательная Так Прекрати бромбар Прекрати бромбар Да ёкала бабай А Надо отпустить, да? Кнопку W Но только тогда она отключается. Ну хорошо. Всё осталось туда отвезти, где мы взяли гранатомёт РПГ. Не важно. В ГТА-5, кстати-ка, есть тоже кладбище кораблей, ну, фу, самолётов. Но оно находится именно не там, где сам аэропорт, немного чуть дальше. Йосемита. Хе-хе-хе-хе-хе. Понятно, откуда Эйпл взяла название для своей новой тачки. О, фу, для своей новой операционной системы. А вы помните, была такая операционная система под названием Йосемита? Так, и сразу скажу. Ни в коем случае не заходите туда с машиной, а то придётся вам пешочком туда идти. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, Торена. У них нет, тачка быстрая. Ладно, едем тогда. Сейчас он скажет нам купить аэропорт и только там и приедем, сохранимся и подождём, когда он позвонит. А, или наверх надо пойти подняться. Но это позже будет, уже в следующей серии. А пока мы доедем до него. И... Посмотрим что-то. Не-не-не-не-не-не-не. Хе-хе. Правда? Остановить меня захотела? Удачи! Многие это пытались. Но я до сих пор здесь. Вот как бывает, когда пытаешься на егнетого человека. Сам умираешь. Так. Ну, приехать сейчас сохранимся. Идём тогда выполнять следующее задание. Заброшенный аэродром. Ну, конечно. Заброшенный аэродром. Ну, конечно. Что ты хотела? Что ты захотела? Что ты захотела моего брата? Нет. Не сейчас. И здесь есть небольшое сообщение. Я сказал это для того, чтобы ты сделать что-то для меня. Мой, ты реально поднялся. Но шокер. Мы будем следить за ним. Потому что я требую его живым, так же как ты. О, спасибо. Ты знаешь, после того, что ты делаешь для меня, как ты будешь профессор сейчас. Я имею двумя agents в Панаме. Я хочу поставить цену на голову. Русский спай. Маленький Борис-борис-борис. Он попросит тебя. Русский стиль. Я жила на голову. Погода. Жаль на голову. Выправили. Выправили. Не забывайте. Русский спай. Управили, чтобы я вам не разговаривал. А это длинный Горбачев, он получил его в гости. Он получил свой панец. Он был такой хороший. Комниш. Что-то? Что ты хочешь мне? Я хочу тебе зарплатить. Я хочу вам купить свой рпрод. Это не очень. Вы дали себе. Если они тебе трудно, то убь их. Я буду делать здесь очень жарко, хорошо? Осталось этого маленького девчонка. Теперь отходи. Давай, едем. Так, хорошо, сохранимся еще раз. И поедем там, купим его и сохранимся там. Чтобы следующую серию уже там начать, олег. Вот после пройдем аэродром, уже пойдут настоящие жестокие миссии. Вот в реале, вот миссия. Предельно низкая высота. Я сейчас вспоминаю хорошенько эту миссию. Бля, как у меня бомбил пукан, когда я впервые ее проходил, вы не поверите. Да у многих бомбил супыдово, да, ребят? У вас он точно бомбил. Но не у всех. Потому что все-таки есть люди, которые, ну... Как бы не боятся таких сложностей. Проходят их быстро. А я был мелким школьником тогда еще. В те годы. Было, как я говорил, это уже 7 лет назад где-то. Плюс-минус год. Нет, тогда лет 13, по-моему, было. Еще когда я играл в Китай, еще тогда Windows 8 вышел. Чуть позже потом Windows 8 1 вышел как раз. Вот на Windows 8 1 я тогда и играл. Даже, по-моему, еще на восьмерке я успел поиграть. Такие вот дела, ребят. Чтобы быстрее доехать, сразу сюда прыгаем. Надо было заранее взвернуть. Ну, что же делать? Бывает. Там, если кому нужны цветы, лежат, если хочешь с девушками. Чтобы девушки сразу... Ну, это дает какой-то процент к тому, что вы приведете... К отношениям. Тем временем мы приехали. Но миссия здесь уже все. Начинается с самой тяжелой. Ну, все-таки уже не начало игры. Недвижимость приобретена. Так, хорошо. И раньше эту недвижимость нельзя купить вообще в упор. И проходить здесь миссии вообще в упор нельзя. Пока скрипт не сработает, вы не сможете. Так что давайте-ка здесь вот прямо остановимся. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.